Новости нашего города на канале Котлас 24 в студии Денис Дворяшин. Здравствуйте. Обильный снегопад, прошедший сегодня в Котласе, заставил попотеть не только дворников, но и владельцев машин на летней резине. По информации на 17 часов произошло более десятка аварий. К счастью, пострадали только нервы водителей с железом. Притом не только автомобили, но и часть дорожных знаков и ограждений. Болтинское шоссе, 6.30 утра. На обочине черный форт и его жертва. Сбитый дорожный знак. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. А это перекресток Черкова и Ленина. Потерявший контроль над дорогой шофер Нивы вылетел с трассы, повредив флеерное ограждение, которое с таким усердием устанавливает по всему Котласу, городская служба благоустройства. Но свою задачу забор выполнил. Машина не долетела до тротуара. Вообще, несчастным оградам сегодня порядком досталось. Еще две таки аварии произошли на улицах Ленина и Виноградова. А вот на улице Свободы водитель Белой Гранты влетел в Митсубиси. Эта ситуация ежегодно повторяется. Водители своевременно не меняют зимнюю резину, не соблюдают скоростной режим и также не соблюдают безопасную дистанцию интервал между автомобилями. Аварии произошли на дорогах возле Котласа. На трассе напротив вершины в кусты улетел грузовик с тралом. Перед Куйни Михай перевернулся лесовоз, а на ядрих из дороги вынесло фуру. По сообщениям очевидцев, создавшейся в результате пробки пришлось простоять около двух часов. В отличие от автомобилистов, служба благоустройства города к осадкам оказалась более подготовлена. Дорожная техника выехала на улицы города в 4 утра. Пискосоляной смесью были посыпаны перекрестки, пешеходные переходы, опасные повороты, спуски и подъемы в городе. Далее техника работала в микрорайонах. Смесь песка и технической соли не только спасает от гололеда, но и способствует таянию снега на проезжей части. Что касается расчистки, то если снег будет продолжаться, на дороге выйдут и снегоуборочные машины. Как мы создаем будущее? Что делаем? О ком заботимся? К чему тянемся? За кого держимся? Какую перепись выбираем? Хотим переписаться дома? Пойти на переписной участок или пройти перепись на портале госуслуги.ру. Что бы мы ни выбрали, мы создаем будущее. Пройдите перепись любым удобным способом до 14 ноября. Всероссийская перепись населения. Сегодня состоялась очередная 70-я сессия городского собрания депутатов. Парламентарии рассмотрели 6 вопросов. В итоге 5 из них были одобрены. Далее подробнее. В начале сессии был вручен мандат Николаю Завадскому. Он с разгромным счетом победил на прошедших в сентябре до выборах по 6-му избирательному округу. Сегодня депутат занял, а точнее вернулся на свой пост в городском собрании. На рассмотрение законодателей всего было вынесено 6 вопросов. 5 из них в итоге одобрены. Они касались утверждения прогнозного плана приватизации, положения о рассмотрении инициативных проектов, порядка организации публичных слушаний, изменения структуры администрации и предоставлением отдельных гарантий для депутатов на обеспечение их полномочий. Не приняли депутаты лишь изменения в бюджет города. Камнем преткновения стали 418 тысяч рублей, запрашиваемые на дополнительное субсидирование нашей информационной компании, городского телевидения, которое не хотят ни закрывать, ни финансировать. К другим темам. Контрольные рейды по городским общественным местам продолжаются. Накануне проверяющие оценили работу фитнес-центров и спортивных залов в условиях жесткой эпидемиологической обстановки. Вне зависимости от сферы предоставления услуг и количества людей в общественном помещении, требования к посетителям остаются прежними. Фитнес-залы не исключение. Контроль за соблюдением предписаний ведут администраторы. Измерения температуры при входе и обработка контактных поверхностей ведутся. Антисептики тоже на видном месте. У проверяющих вопросов к администраторам фитнес-центра не оказалось. Здесь все по правилам. Зато хозяев интересовали некоторые нюансы по организации их деятельности. Например, можно ли пустить человека в зал, если тот пришел без паспорта. Наличие лишь его копия или фото в телефоне, на что проверяющие дали строгий и конкретный ответ. Пропуск в общественное место – исключительно оригинал документа. Напомним, что рейды по торговым точкам, центрам оказания услуг и автобусным рейсам проводятся ежедневно. В поликлинике Котласа открывают дополнительный третий прививочный кабинет. Сделано это для того, чтобы минимизировать очередь. Теперь сделать прививку от коронавируса, а также от гриппа можно сразу в трех кабинетах – 201 и 202 на втором этаже поликлиники, а также в 105 кабинете на первом этаже. Количество желающих привиться за последние дни значительно возросло. На сегодня полностью завершили вакцинацию 20 265 человек. Это 26% от приписанного к поликлинике населения. Каждый день после работы мы выходим на улицу и видим радостные, беззаботные лица. Мы видим вас, которые перестают носить маски, соблюдать дистанцию, ставя под угрозу жизни, за которой наши коллеги продолжают бороться и днем, и ночью. Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. У нас с вами есть реальная возможность спасти жизни близких людей. Наши ученые дали нам такой шанс. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации. Стоит ли делать прививку? Да. 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 Конечно, да. Насколько эффективна вакцина от коронавируса? Почему после прививки некоторые заболевают? И сколько действует иммунитет? Ответ в очередном выпуске проекта «Здоровый вопрос» дает главный врач Кутловской Центральной городской больницы Дмитрий Богданов. Почему после прививки некоторые люди заболевают ковидом? Что нужно делать, чтобы этого избежать? Причины того, что люди заболевают после прививки две. Причина первая. Они приходят на вакцинацию уже инфицированными. Я сейчас об этом скажу несколько слов. И вторая причина. Вакцины не имеют 100% эффективность. И тоже об этом скажу чуть позже. Значит, сначала разберем случай, когда пациенты приходят на вакцинацию уже инфицированными. Об этом приходится вот видеть достаточно много комментариев и высказываний на тему того, что вакцинация во время эпидемии не проводится. Это не так. И существует два вида вакцинации. Вакцинация плановая. Когда нет никакой эпидемии, мы предполагаем, что когда-то она будет. И сейчас всех вакцинируем. Все здоровы, никто не болеет. Есть вакцинация, так называемая, экстренная. Или вакцинация по эпидемическим показаниям. Об этом можно в телекоммуникационной сети интернет прочитать все. Пожалуйста, читайте, смотрите. Этот способ вакцинации применяется, когда инфекция уже на территории, когда уже течет эпидемия. Но вакцинация позволяет предупредить заболевания у очень большого количества людей. И когда нет другого инструмента эффективного, когда нет способов лечения других, когда нет волшебной какой-то таблетки, которая выподавляла коронавирус, вакцинация по экстренным показаниям прямо во время эпидемии – это единственный способ помочь очень большому количеству людей и спасти им жизнь. Сама по себе вакцинация в эпидемию предполагает, что определенное количество людей придут на вакцинацию уже инфицированными. Есть период, когда человек, который инфицирован, получил себе в организм коронавирус от другого больного, но коронавирус еще не развился внутри, он только начинает это делать, еще ни заболевание не сформировалось, ни сам человек еще в этот момент не является заразным. И это такая стадия, когда невозможно ни тестами, ни анализами, ни осмотром, нет никаких признаков того, что человек заболел. И вот в этот период, если происходит вакцинация, ну хоть что делай, выяснить, что человек в этот момент уже инфицирован и обязательно заболеет, невозможно. Таким образом, определенная часть пациентов приходят на вакцинацию запрограммированно уже инфицированными, мы знаем это, что они определенный процент заболеет. Выяснить это невозможно, но это очень небольшой процент, и основная масса все-таки вакцинировавшись приобретает защиту. Наносит ли вакцина этим пациентам вред? Нет, потому что иммунная система ничего нового о коронавирусе не узнает, он и так уже присутствует в организме. И все время, пока пациенты вот сразу после прививки, вскоре после прививки заболевают, это связано как раз с этими ситуациями. Легенды, которые звучат таким образом, что кого-то вакцинировали, он инфицировался и заболел, они несостоятельны, потому что когда мы каждый такой случай разбираем, мы в итоге находим контакт, что был контакт с больным пациентом, пациент в итоге, значит, больной наш в итоге инфицировался, пришел на вакцинацию, уже инфицирован. Когда вакцина начинает работать и когда можно уже ожидать, что есть какая-то защита, это примерно 3-4 недели после завершения вакцинации. То есть если она двухкомпонентная, то это через 3 недели уже после второго компонента. Если она однокомпонентная, значит, примерно через 3 недели после инъекции, которая была выполнена. До этого момента человек также не является защищен, поэтому нужно максимально беречься и максимально себя хранить от контактов с людьми, особенно там, где может быть какая-то инфекция. Насколько вакцины эффективны? Изначально производителям декларировалось, что эффективность вакцины 92%, это означает, что 9 человек из 10 не заболеют, один может заболеть. Мы считаем, что где-то примерно так это и происходит, но эффективность вакцин снижается по мере того, как появляются новые штаммы. Например, эффективность была максимальной, когда был китайский штамм прошлый год. Сейчас, после того, как зашла так называемая пресловутая дельта или дельта плюс, у нас эффективность вакцинации снижается, мы это видим. Мы у себя ведем статистику, смотрим, как получается. Эффективность снижается, пациенты болеют тяжелее. Возникает тогда вопрос, зачем вообще вакцинироваться, если вакцина не является стопроцентно эффективной. Вакцин стопроцентно эффективных вообще не существует. Тем не менее, вакцинация спасла миллионы жизней. И вообще эффективность в районе 90% – это очень высокая эффективность. Вакцины от гриппа, как правило, демонстрируют эффективность 60-70% всего лишь. И мы с этим живем, мы ими пользуемся, и они тоже там выполняют свою позитивную роль, предупреждают заражение у большого количества людей. И, конечно, сама псевакцинация – это не возведение стеклянного купола вокруг человека, это всего лишь подготовка организма к отражению атаки коронавируса. А отражается атака у всех по-разному, потому что организмы разные, уровень иммунного ответа у всех разный. И поэтому кто-то вообще не замечает контакта потом с коронавирусом, иммунная система отбивает эту атаку, назовем это так. И человек этого не замечает. Кто-то может заболеть, но болеет легко. Кто-то очень небольшое количество, действительно, иммунный ответ может быть и несостоятельным. И такой человек может заболеть достаточно серьезно, но мы четкую видим разницу, что непривитые болеют в массе тяжело. И очень большое количество пациентов, тяжело болеющих, подвергаются риску вообще погибнуть, и погибает кто-то. А пациенты вакцинированные, среди них тоже есть и средне тяжелые пациенты, и пациенты, болеющие тяжело, но их совсем-совсем мало. То есть в пределах где-то 2-3% всего среди пациентов ковидного госпиталя, а все остальные 97 – это пациенты непривитые. И смертность между группой привитых и непривитых отличается во много десятков раз. Погибают непривитые. Привитые, как правило, не погибают. Правда ли, что вакцина действует только полгода, а потом снова нужно делать прививку? Вопрос о том, сколько действует вакцина, он не корректен. Правильнее говорить, сколько продолжается иммунный ответ против вакцинации. Мы видим, что после болезни иммунный ответ прогрессивно снижается, и где-то после полугода начинает снижаться вообще очень быстро. Это процесс нелинейный, но то, что он течет, мы видим совершенно точно, потому что в городе есть пациенты, которые болели 2 раза, есть пациенты с иммунодефицитами, которые болели 3 раза. И аналогичная ситуация наблюдается, как пишут те, кто вакцину изучает. И на практике мы видим, что иммунный ответ снижается и после вакцинации тоже. С учетом того, что индивидуально все в организме, у каждого человека свой иммунный фон и своя способность сопротивляться любой инфекции, в том числе коронавирусу, нет возможности дать какой-то универсальный рецепт и определить какие-то сроки, и сказать, что у всех там будет определенное количество времени. У всех по-разному. Но это время, скорее всего, начинается после полугода. Поэтому сейчас нормативными документами определено, что вакцинация, пока течет эпидемия, пока у нас все достаточно печально, она, ревакцинация, должна быть через 6 месяцев. Ну и из этого мы исходим. Причем нормативные документы говорят о том, что уровень гуморального иммунитета, то есть уровень тел не имеет значения. Связано с тем, что они уходят нелинейно. То есть вы можете сегодня проконтролировать в анализе, увидеть, что уровень тел определенный есть. А сделать через месяц и увидеть, что снова есть. А еще через месяц их уже не будет совсем. И они, значит, уходят нелинейно, и уровень иммунитета снижается, и человек может сам неожиданно для себя заболеть. Поэтому определен вот такой вот универсальный срок для всех 6 месяцев. И пока вот мы от этого будем отталкиваться. Насколько мне известно, за рубежом срок для ревакцинации определен такой же 6 месяцев. Сколько это будет продолжаться, сказать сложно. Я не могу на этот вопрос ответить. И все прогнозы, которые делаются относительно дальнейшего течения эпидемии, как-то они становятся несостоятельными. Но мы видим, что люди невакцинированные болеют очень тяжело, очень много их погибает, и мы не хотим с этим мириться. И единственный инструмент, который у нас есть в руках, это вакцинация. Поэтому мы говорим, давайте будем вакцинироваться. Возможно, так нам удастся друг друга сохранить и сохранить жизнь своих близких. Возможно, какое-то решение, какая-то терапия, какое-то медикаментозное лечение COVID-19 в итоге будет найдено, и тогда можно будет от поголовной вакцинации отступить. Пока этого нет. И вообще, в отношении вирусов, перспектива создания эффективных лекарственных средств, она очень такая туманная, очень сложно сказать. В отношении бактериальных возбудителей, да, с вирусами все не так. Поэтому единственный возможный инструмент сейчас – это вакцинация. У меня на этом все. Смотрите новости нашего города в новой группе ВКонтакте «Котлас-24», одноименном YouTube-канале и на сайте kotlas24.ru. Смотрите новости нашего города в новой группе ВКонтакте «Котлас-24»